Для любителей МакЧикенов и БигМаков сообщение о закрытии МакДональдс стало печальной новостью. А некоторые поспешили воспользоваться ситуацией, устроив на сервисах бесплатных объявлений прощальный тур атрибутов популярного бренда по далеко не демократичным ценам. Но, как выяснилось, поклонники фастфуда волновались рано. В Челябинске рестораны быстрого питания не захлопнули свои двери для посетителей. При этом ассортименты цены остались прежними. Ну, вот смотрите, кофе с пончиком мне вышло в 230 рублей. Вполне средний ценник в нашем городе за кофе с пончиком. Впрочем, нет и большого ажиотажа. Огромных очередей не наблюдается. В большом количестве бургеры не скупают. Да и особого траура по поводу ухода из России МакДональдса междууральцы не испытывают. Ну, что бы как, еще есть KFC. Смотреть есть куда. Светлое будущее. Покинет ли в ближайшее время Челябинск популярный ресторан быстрого питания, пока непонятно. Мы пока не можем, к сожалению, давать интервью. Мы сейчас занимаемся производством. У нас есть дело по связи с общественностью. Можно обратиться к нему в центральном офисе. У них есть почта. Вот .pr, собака.ru, там, .mcd.com, либо по телефону. Они точно уж с вас ориентируют, потому что информация на интернете много разной. Он там четко, однозначно, официально ответит. Я не могу, видите, констатировать что-то, что не, как можно сказать, офис. Сами понимаете. То есть мы, как видите, сейчас пока действуем. О том, что популярная сеть ресторанов временно приостанавливает деятельность в России, стало известно два дня назад. Но для челябинцев, похоже, это не стало сильным потрясением. Инна Левошина, Наталья Кудряшова, Виктор Щелков, Урал. Самина Кудряшова, Виктор Щелков.